4 апреля этого года. Человека на видео зовут Кирилл Паскарь. Его только что выпустили из следственного изолятора. Один из лидеров благотворительного фонда «Томск без наркотиков» сам оказался наркоманом. Паскарь был пойман сотрудниками ФСКН за употребление и хранение наркотических веществ. Материал из сайта Мирового суда города Томска. Паскарь К.А. привлечен к административной ответственности по статье 6.9 КАПРФ «Употребление наркотических средств» и 6.8 КАПРФ «Хранение наркотических средств». Тем временем сам подсудимый, пробыв в СИЗО несколько дней, снова оказался на свободе и вместе с единомышленниками вернулся к своей привычной деятельности. Мы уже затрагивали эту тему два года назад. Тогда реабилитационный центр фонда «Томск без наркотиков» находился в глухом переулке в поселке Тимирязево. Зашла к баумами, что называется подальше от посторонних глаз и ушей, потому как истошные вопли подопечных явно не навевали мыслей о чудесном исцелении. Вот только руководители центра замечать этот факт отказывались или просто не хотели. Тогда в Тимирязево проходили реабилитацию около 15 человек. По рассказам очевидцев можно сделать вывод, что в период ломки наркоманов попросту связывали и удерживали в помещении с зарешоченными окнами. И без того истощенная психика подопечных такой подход подчас не выдерживала. Помочь преодолеть этот и последующие этапы возвращения к нормальной жизни должна была молитва. А этот случай произошел около года назад. Один из подопечных фонда Томск без наркотиков попытался свести счеты с жизнью. По словам жителей окрестных домов, пациенты у фонда регулярно обращались к ним с просьбами о помощи. Ну что, удерживают нас? Держивают? Всех скотч заматывают, избивают. Происшествие 9 мая 2014-го стало последней каплей. Просто ни с того ни с сего полетели стекла. Человек кричит, помогите. Мы подошли, посмотрели там, вызвали полицию, приехали. Потом все начали руководствовать, что-то какое-то бегать. Кто-то закрывали, то убегали, потом опять прибегали. Они все как-либо, которые сами пациенты. Ну, кто-то доволен был, на свободу Паша попал. То есть, они прям хотели убежать от этого. Ну, да. Ну, вот один самый, видимо, недовольный. Как он сказал, его недавно приезли. Показано, там несколько дней, и все. Вообще, видимо, не вытерпел. Тебя удержали, да? Да. Забрали из дома. Никуда не отпускали, ничего. Да, да. Сегодня просил позвонить, дайте мне маме позвонить. Периодически избивали, да? Ну, вот сегодня получал. Потому что просил позвонить, а не... После этого случая, а также многочисленных проверок различных городских структур и жалоб, реабилитационный центр с этого адреса съехал. Участок продали, и теперь на этом месте ведется строительство. Собака лает, караван идет. Это выдержка из комментария к предыдущему подобному сюжету на нашем сайте. Оставил его, судя по всему, человек, приближенный к фонду. Кто прочувствовал это на себе, тот молчит и славит Бога за спасение и свободу. Или уже плачет, что не сказали о том, что есть выход из проблемы. А он есть, друзья. Иисус, встреча с ним, вот что меняет жизнь. Ни кабинет милиционера, ни ругательство родителей, ни нотации врачей, ни закон, ни что-то там еще. Открытая дверь! Открытая дверь! Открытая дверь! Открытая дверь! Вместо закона – псевдорелигия. По некоторым данным, под именем «Томск без наркотиков» скрывается не что иное, как ячейка литовской секты «Исход новое поколение». До недавнего времени организация проводила свои мероприятия в актовом зале спецавтохозяйства. Позже новым адресом стал гаражный кооператив Наговорова. Не умолкайте! То есть, будьте всегда рядом, поддерживайте руки, давайте свои деньги. Если вы даете регулярно, давайте больше. И ведь дают, да еще как! Реабилитация в некоммерческом центре на деле обходится в десятки тысяч рублей. Вот только узнать конкретную цифру нам так и не удалось. Телефон фонда молчит. За деньги родственников у подопечных реабилитационных центров есть все шансы на полгода-год, по сути, полностью лишиться свободы. Кроме этого, в подобных учреждениях отсутствует врачебная помощь. Есть зафиксированные случаи заболеваний с ПИДом и туберкулезом. Они в неконтроле, они коммерческие, поэтому как-то там что-то решить мы не можем. Лечение у нас по закону проводится только в государственных учреждениях. То есть, если наркопотребителю необходима медицинская помощь, то он должен обратиться, конечно, в областный наркологический диспансер, а если это в районных областях, то к районному наркологу. Проводится медицинское лечение, а затем уже в дальнейшем, пожалуйста, реабилитация. Сертифицированных реабилитационных центров в нашей области всего пять. Это те учреждения, где государство покрывает часть затрат на пребывание в них наркозависимых. При этом по области только зарегистрированных наркоманов насчитывается более 13 тысяч человек. В реальности эту цифру можно смело умножить на семь. Потому, скорее всего, без работы организации по типу «Города без наркотиков» не останутся. Формально закрыть их невозможно. Жалобы самих наркоманов из-за общепринятой репутации во внимание не идут. К слову, после закрытия центров Тимирязева новой пропиской центра «Томск без наркотиков» стала улица Шпальная, дом 26, в районе Черемошников. И снова из-за высокого забора, из-за решетченных окон слышны молитвы и вопли подопечных.